Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Метеостанция, о которой пойдет сегодня речь, относится к несколько иному классу приборов, чем привычные нам бытовые погодные станции. По сути, это уже персональный метеоцентр начального уровня. Он имеет большое количество функций, а требования к его установке ощутимо выше, чем обычно. Это обусловлено наличием разнообразных выводностных метеоприборов, входящих в комплект поставки. Такого рода устройство прекрасно впишется в интерьер частного дома и будет весьма полезно тем, кто ведет личное приусадебное хозяйство. Но перейдем от слов к делу и начнем знакомство с метеоцентром Орегон ВМР-88. Уже один вид внушительной по размеру серебристой коробки чемоданчика вызывает уважение. Откроем ее и посмотрим комплект поставки. Комплектация станции богатейшая. Одно ее перечисление заняло бы слишком много времени. Скажу только, что предусмотрено все до мелочей, вплоть до монтажных саморезов, болтиков и комплекта элементов питания. Следует обратить внимание, что кроме подробной инструкции на русском языке, в комплект входит еще и удобная мини-инструкция «Быстрый старт», которая поможет произвести монтаж и первичную настройку оборудования станции. Кроме этого, в коробке найдется компакт-диск со специализированным программным обеспечением и USB кабель для подключения станции к компьютеру. Теперь осмотрим внешний вид базового блока станции. Он небольшой, весит около трехсот грамм и выполнен из белоснежного пластика. Передняя панель глянцевая, на ней расположен экран и шесть кнопок управления. Сверху корпуса разместилась большая клавиша кратковременного включения подсветки, а сзади мы видим петли крепления станции на стене, отсек элементов питания и два разъема сетевого адаптера и USB кабеля. Общее впечатление очень приятное, все аккуратно выполнено и продумано. Корпус станции сконструирован таким образом, что при установке на столе он несколько наклонен. Это удобно при использовании, но центр тяжести при этом расположен так, что станцию легко случайно перевернуть. Компоновка базового блока прибора горизонтальная. Соответственно расположен и 5-дюймовый жидкокристаллический экран, снабженный синей светодиодной подсветкой. Яркость и контраст экрана хорошие, он достаточно свободно читается при различных углах зрения. На дисплее отображается масса всевозможных пиктограмм и символов. Учитывая их количество, его диагональ кажется несколько недостаточной для удобного расположения данных, но в целом информация считывается легко, а уровень подсветки достаточен для того, чтобы увидеть данные в темноте. Теперь пришла пора поговорить о датчиков. Все они поддерживают технологию передачи данных 3.0 на частоте 433 МГц, благодаря чему обеспечивается возможность их расположения в радиусе до 100 метров от базовой станции. Особо подчеркну, что датчики просты в обслуживании и имеют продуманную конструкцию отсеков элементов питания. Остановлюсь на каждом из датчиков чуть подробнее. Датчик скорости и направления ветра монтируется на специальном держателе, входящем в комплект. Над креплением к держателю у датчика имеется разъем подключения 3-х вольтовой солнечной батареи. Она не входит в комплект поставки и служит вспомогательным источником питания датчика, продлевая срок службы установленных в нем элементов питания. Обратите внимание, что для получения максимально точных данных датчик нужно расположить подальше от всевозможных препятствий на открытом месте. Высота его установки от 5 до 10 метров, при этом он должен быть направлен на север. Обмен данных с датчиком происходит примерно каждые 50 секунд. Термогидродатчик имеет большой диапазон измерения температуры и влажности от минус 40 до 60 градусов Цельсия и от 5% до 95% соответственно. Датчик должен быть установлен на высоте не более полутора метров над землей и закрыт от прямых солнечных лучей и попадания осадков. Для его монтажа может быть применен настенный держатель либо стойка, входящая в комплект. Обмен данными с датчиком происходит примерно каждые 100 секунд. Датчик осадков измеряет только жидкие осадки. Он должен быть установлен на открытом месте и точно выставлен по уровню. Высота установки датчика около 1 метра. Кроме входящих комплект датчиков, станция способна работать еще с тремя дополнительными. Это могут быть термогидродатчики, датчик ультрафиолетового излучения и датчик измерения температуры воды. Теперь вновь обратимся к базовому блоку станции и рассмотрим какие данные отображаются на его экране и каковы форматы их представления. Начнем с часов. Часы радиоконтролируемые и обладают возможностью автоматической синхронизации хода с европейским атомным эталоном. Возможно их ручная установка и настройка. Поддерживаются различные форматы представления времени и даты, а также установка отображения дней недели на русском языке. Кроме того, на станции виден значок, показывающий текущую фазу Луны. Прогноз погоды представлен в виде пяти возможных пиктограмм – ясно, переменная облачность, облачно, дождь, снег. Устройство прогнозирует погоду на ближайшие 12-24 часа на территории в радиусе 30-50 км от своего местонахождения. Температура может отображаться по шкале Цельсия либо Фаренгейта. При этом на экране видны показания только одного из датчиков. Однако возможно циклическое отображение их данных. Кроме текущей влажности, станция показывает значение точки росы, то есть при какой температуре начнется процесс образования конденсата. Станция показывает одно из 16 направлений ветра. Для этого на ее экране расположен указатель в виде компаса. Для оценки скорости ветра могут быть применены следующие единицы измерения, метры в секунду, километры в час, мили в час и морские узлы. Сила ветра представлена на дисплее одной из 5 пиктограмм, имеющей вид развивающегося флажка. Кроме этого, станция отображает так называемый индекс охлаждения ветром, комбинированный показатель, основанный на температуре, получаемой от датчика на первом канале и скорости ветра. Для отображения данных об атмосферном давлении применяются следующие величины – миллиметры ртутного столба, дюймы ртутного столба и милибары. Уровень выпавших осадков измеряется в миллиметрах и дюймах, а для отображения УФ-индекса используется 5 пиктограмм уровня опасности излучения. Кроме этого, станция хранит и показывает историю изменения атмосферного давления, уровня осадков и ультрафиолетового излучения в виде столбчатых диаграмм. Прибор ведет автоматическую регистрацию всех максимальных и минимальных значений получаемых данных. Как видите, станция фиксирует и отображает огромное количество разнообразной информации, и нет ничего удивительного в том, что ее относительно небольшой экран просто не может сразу все уместить. Для удобства работы со станцией и для организации постоянной и долговременной фиксации данных о погодных условиях имеется возможность подключения базового блока к персональному компьютеру. Для этого служит входящее в комплект специализированное программное обеспечение Ambient Weather . Это очень мощный программный продукт, позволяющий в полной мере раскрыть потенциал станции. Стоит отметить, что данная метеостанция весьма популярна среди создателей метеорологических программ, поэтому в сети интернет можно найти различные, в том числе и бесплатные варианты программного обеспечения для нее, например, простую русскоязычную программу Meteor Log. Рассмотренный нами сегодня прибор вполне оправдал ожидания. Это весьма эффективное устройство с масштабируемой системой внешних датчиков. Достойное качество сборки, простота настройки и отличная комплектация оставляет очень хорошее впечатление. Кроме этого, это один из самых дешевых вариантов среди станций, подключаемых к персональному компьютеру. В целом, Oregon VMR88 – удачный и функциональный метеоцентр, который сможет стать не только полезным прибором в вашем доме, но и частью системы «Умный дом». С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!